Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня мы с вами сошим юбку по выкройке Элины Потыковой юбка-клевер. Юбка небольшого объема, длиной ниже колен, слегка зауженная к низу. Спереди фигурно оформленный запах. Верхний срез юбки обработан приточным поясом на резинке. Ссылку на выкройку оставлю в описании. Первым делом печатаем лист, где есть проверочный квадрат. Измеряем его. Если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте рассмотрим. Деталь заднего полотнища юбки. Дана со сгибом. Деталь переднего полотнища юбки. Раскроить нужно 2 детали в зеркальном отражении. Метки перенесите. Деталь пояса. Дана со сгибом. Раскроить нужно 1 деталь. Есть данные о длине и ширине резинки. Для работы нам понадобятся иглы для трикотажа. Резинка шириной 4 см. Нитки в цвет. Шить буду из кулирной глади с лайкой. Моя кулирка 200 граммовая. Перед раскроем продекотируйте полотно. Я не стираю, а только утюжу с паром. И после декотировки и раскроя у вас должно получиться. 2 детали переднего полотнища юбки в зеркальном отражении. Метки перенесите. Деталь заднего полотнища юбки со сгибом. Деталь пояса со сгибом. Начнем с того, что соедините детали переднего полотнища юбки и заднего полотнища юбки лицом к лицу. Состыкуйте боковые срезы, состыкуйте все метки, скалите булавками и сточайте на верлоке. Боковые швы приутюжьте и заутюжьте на передней полотнища юбки. Теперь обработаем центральные срезы деталей переднего полотнища юбки. Подогните эти срезы на изнаночную сторону юбки на расстояние подгибки. Скалите булавками и приутюжьте. Также вы можете приклеить канцелярским клеем-карандашом, либо паутинкой, как будет удобно. Далее обработайте эти срезы на распошивальной машине. Если у вас нет распошивальной машины, то можете воспользоваться двойной иглой для вашей швейной машины. Либо подобрать декоративную эластичную строчку для вашей швейной машины. Смотрите, строчка должна быть эластичная. Все хорошо приутюжьте и теперь давайте обработаем низ юбки. Низ юбки подогните на изнаночную сторону юбки на расстояние подгибки. Скалите булавками, либо также можете приклеить канцелярским клеем-карандашом, либо паутинкой. Приутюжьте и обработайте на распошивальной машине. Низ юбки готов, хорошо его отутюжьте. Переходим к верху юбки. Сформируйте запах, ориентируясь по меткам на деталях переднего полотнища юбки. Состыкуйте эти метки, состыкуйте верхние срезы деталей переднего полотнища юбки, скалите булавками и зафиксируйте на швейной машине прямой строчкой на расстоянии ширины лапки. Давайте перейдем к поясу юбки. Деталь пояса юбки согните пополам лицом к лицу, скалите боковые срезы булавками и сточайте на верлоке. Шов стачивания пояса приутюжьте и на месте сгиба разутюжьте в разные стороны. Пояс согните пополам изнанка к изнанке. Шов стачивания пояса распределите в разные стороны. Состыкуйте все метки и скалите длинные срезы пояса булавками. Найдите середину у переднего и заднего полотнища юбки, поставьте метки булавками. Ставьте пояс в юбку лицом к лицу. Шов стачивания пояса зафиксируйте на центральной метке заднего полотнища юбки. Продолжите скалывать все поставленные метки с метками на поясе и скалывайте булавками. Встачайте эти срезы на верлоке, оставляя техническое отверстие примерно 3 см. Этот шов приутюжьте и заутюжьте на юбку. Отрежьте резинку шириной 4 см и длиной указанной на бумажной выкройке. С помощью специального устройства вставьте резинку в техническое отверстие и проденьте через весь пояс, оставляя свободные концы. Эти концы резинки замкните в кольцо и зафиксируйте на швейной машине прямой строчкой. Равномерно распределите резинку в поясе, закройте техническое отверстие на верлоке. Сразу же поставьте закрепку в шве стачивания пояса, чтобы резинка не перекручивалась. Также я еще ставлю 2 небольшие закрепки в боковых швах. Отутюжьте юбку на готовность и она готова. Смотрите какая она классная. Ставьте хэштег потыковоклевер, отмечайте нас в ваших соцсетях. Всем спасибо за просмотр и всем красивых юбок!